А теперь поговорим про нашу рубрику, нашу передачу, поскольку у нас сегодня день рождения, у передачи рубрика «Взгляд снизу», вы ее знаете. Для того, чтобы понять, насколько время быстро летит, надо посмотреть, насколько растут дети. Мы сегодня пригласили к нам детей, которые участвовали в самых первых выпусках передачи рубрики «Взгляд снизу». Сколько им было лет тогда? Лет 4, 3, 5? Ну, по-разному. Им все было там где-то 4, 5. Сейчас им уже 12, соответственно, в 11. Мы посмотрим прямо сейчас небольшие фрагменты, вспомним их и подзовем их, посмотрим, как они выросли и как мы постарели. Анекдот про лягушку? Ну, давай. Прыгает лягушка по болоту, грустная-прегрустная. Прыгнул на бегемота, сел на его и рассуждает. Погода дрянь, настроение дрянь, еще попе что-то прилетит. Это батенька, и его зовут... Мне кажется, что его зовут Лука... Лука... Ложка. Вот этот-то костюм как называется, Владик? Депутат. А, это... Так ты депутат? Да. А я не понял. Так ты в костюме депутата. А я думаю, что мне страшно-то так? А, ну и... Ну и че? Славик, ну как дела? Нормально. Чуть было не сказал хорошо, да? Угу. Слава богу, пронесло. Давай знаешь, что сделаем? Что? Поскольку ты уже веселым сюда никогда больше не придешь... Я приду. Придешь? Когда ты меня позовешь еще, я могу тебе сделать веселый вид. СМЕХ А можешь сейчас вот сделать веселый вид? СМЕХ Ну, сейчас мы посмотрим, насколько время изменило этих детей. Друзья, давайте поприветствуем Нику, Славу, Сашу и Владика. Пожалуйста. А когда бы мы молодые А когда бы мы молодые И чуть прекрасную несли А когда бы мы молодые Ребята, спасибо огромное, что вы пришли. Вас встречают, обратите внимание, как звезд. Сейчас все смотрят, насколько кто из вас вырос. Но расскажите мне, пожалуйста, вот первый к вам вопрос. Почему, как вы думаете, именно вас 7 лет назад мы выбрали для участия в этой рубрике «Взгляд снизу»? Снизу, пожалуйста, кто из вас готов ответить? Ника, ты готова отвечать? Да, ну почему? Но мне кажется, самое главное, в чем мы даже все, наверное, согласны, это воспитанность. Потому что мы не будем избалованными. Не будем носить шапки в помещении. Ну почему же? Будем. Вот, но это первое, мне кажется, одно из самых важных. Потом то, что мы любим разговаривать. Это правда. И даже перед съемками, после съемок мы везде со всеми разговариваем. И, конечно же, это в какой-то части юмор, потому что мы любим юмор. Все же, да, любят? Ну, в общем, мы любим юмор. Вы любите юмор. Мы любим юмор. Поэтому вас выбрали тогда. Можно задать тебе вопрос? Скажи мне, твое, во-первых, настроение изменилось за годы, прошло 7 дней. Ты стал шире улыбаться? Как бы ты ответил, да? Скажи, Славик, чем вы сейчас занимаетесь? Вот сейчас, вот сейчас уже, во взгляд, слизу, мы не можем вас пригласить, вы уже выросли. Слава, чем ты занимаешься сейчас? Слава, сейчас я занимаюсь программированием, пока учусь. Ты пока еще учишься? Да. Тебе лет сейчас? 12. 12. До скольки лет ты собираешься учиться? До 18. До 18. Ну, пока школу не закончу. Пока не закончу школу. Ты как бы совместишь эти два окончания учебы и... Да, ну, может быть, еще после школы. И, может быть, еще после школы будешь учиться. Прекрасно. Я в творчество ушла. Тебя никто не спрашивал, во-первых. Я в творчество ушла. Тебя пока никто не спрашивал. Я бы... Значит, секунду. Я хотел бы сейчас задать вопрос... Саша. Ну, привет. Здравствуйте. Ну, ты как? Хорошо. Хорошо? Как ты думаешь, почему тебя выбрали тогда? Я сам не знаю. Я хотела вас спросить. Тебя спрашивали? Ну, родители тебя спрашивали. Или тебя просто привели, вытолкнули сюда, и все. И... Я не помню. Ты не помнишь? Ну, вообще, вы с удовольствием вспоминаешь то, как мы снимали здесь, в взгляд, снизу, да? Да, конечно. Это были очень добрые такие впечатления. Воспоминания на все время. Воспоминания хорошие, добрые, да? Если вам не будут снимать какой-то фильм. Ну, не по смерти, а в смысле какой-то... Вы скажете какие-то хорошие слова обо мне? Только хорошие, да. Ну, по крайней мере, Слайк, у тебя уже лицо готово на жизнь. Владик. Да. Но ты, конечно, ты очень изменился. Ты просто невероятно изменился. Ты совершенно стал другим человеком. Расскажи мне... Ты почувствовал на себе влияние нашей передачи? Подходили ли к тебе люди после наших передач? Говорили ли тебе они что-то? Обращали ли внимание? Фотографировались ли? Ну, да, такое бывало. Ко мне на улице я просто шел, ко мне подходили люди, спросили сфотографироваться. Ну, я не отказываю. Давайте, расскажите, у кого была фишка в чем? Саша, в чем была твоя фишка? Уф, я же и говорил, я не знаю. А, ты просто не помнишь. Да. Мальчик без памяти такая была. Хорошо. Ты не помнишь. Владик, в чем была твоя фишка? Ну, то, что я, наверное, говорил что-то не то. Говорил это смешно, но потом понимал то, что это плохо. Ну, это не знаю. Так, хорошо. Славик, в чем твоя фишка? Наверное, я был очень серьезный. Молодец, Славик. Молодец. Потому что ты абсолютно попал в точку. Я могу вам сказать, в чем была ваша фишка. Сашина фишка была в том, что он очень смешно говорил. Ты очень смешно говорил. Ты, и у тебя было совершенно ангельское выражение лица при этом. Владика была фишка в том, что Владик был, несмотря на юный возраст, ты же был крупным мальчиком, ты сейчас уже стройный, ты был очень крупным, и ты был похож на какого-то маленького чиновника, который управляет каким-то маленьким микрорайоном. Славик никогда не улыбался и был совершенно грустный, и при этом говорил, что он веселый. Я... У меня лицо было серьезное. Но внутри все хохотало. Да. Я улыбался вот так. Вот. А твоя фишка в чем была, мать? Я не знаю. Мне кажется, я очень плохо запоминала имена, фамилии людей, и поэтому каждый раз... Вот вам анализ. Ты можешь возглавить уже какой-то микрорайон сама. Ты говоришь уже как взрослый человек. Друзья, мы... Значит, поскольку вы не выделили никого из вас, кто был бы лучше, поэтому мы эту путевку оставим на Канарские острова в нашей передаче, а вам подарим вот что. Мы хотим вам, чтобы вы точно понимали, где вы были, мы хотим вам выдать в честь дня рождения нашей передачи удостоверение, ветеранское удостоверение участника рубрики «Взгляд с ним». Держите. Это Саша. Это Славику. Это, вижу, передавая Владику. Это Нике. В любой... Вы приходите в любое место, на любые карусели вы заходите, вам дети уступают места. Без очереди за Сладким. И также вам, поскольку вы внесли неоценимый вклад, вы не показываете там ваши паспорты и данные, фамилии. Зачем? Давайте прямо сейчас мы вам будем вручать ТЭФИ. Это ТЭФИ. Шоколадные ТЭФИ за вклад в развитие отечественного телевидения. Спасибо огромное, друзья. Рубрика «Взгляд снизу». Субтитры подогнал «Симон»!